Дорогие родители, здравствуйте! Очень часто слышу фразу о том, что мой ребенок не хочет ничего делать, не хочет учить, не хочет заниматься, ребенка нету желания пробовать что-то новое, он боится пробовать что-то новое. Ну и, конечно же, давайте в первую очередь разберемся, почему это происходит, какая есть потребность у дошкольников, что им нужно на самом-то деле, ну и, конечно же, как не передавить и не сломать маленькую личность, а давать все занятия таким образом, чтобы мотивировать и им действительно увлекать ребенка в этот процесс познания мира. Очень многие родители пытаются дать детям в первые годы жизни много знаний по поводу букв, цифр, заучивания стишков и, глобально говоря, зазубривания информации. Ну и все это называют ранним развитием. А в чем ошибка в данной ситуации? Ошибка в том, что ребенку дают не вовремя, не то, что ему нужно и не в том формате, в котором он воспринимает максимально легко. Задача первых шести лет жизни – это подготовить мозг и тело ребенка к тому, чтобы в дальнейшем он легко и быстро обучался. Именно на этом родителям следует сфокусироваться в первые шесть лет жизни, потому что именно так продумала природа развития нашего ребенка, и для него это максимально естественно в первые шесть лет жизни. Дело в том, что у маленького ребенка дошкольника первые шесть лет жизни есть мотивация к познанию этого мира, но еще не сформирована мотивация к процессу обучения. То есть когда он будет готов функционально, когда его мозг сформируется, мы знаем, что есть семь стадий развития мозга, и когда мозг сформируется полностью, тогда у него уже будет мотивация обучаться, а не просто познавать мир через физические опыты, а именно обучаться, тогда уже будет желание делать определенные задачи, которые связаны с интеллектуальным развитием. И что же делать до этого периода? Ну, естественно, в этот период времени важно, чтобы мозг чувствовал свое тело. Есть такое понятие, как рефлексы. И важно, чтобы все рефлексы, которые необходимы, интегрировались в мозг. То есть мозг посылал чистые сигналы каждой мышцы, каждой части своего тела. И, конечно же, мозг, он контролирует все мышцы. Если он посылает чистые сигналы, то в дальнейшем ребенок будет себя чувствовать легко в своем теле. Его глаза будут легко фокусироваться на ближнем зрении, на дальнем зрении. Например, когда мозг контролирует мышцы глазные, он направляет их, и ребенка либо будут уставать глаза, либо будут перенапрягаться определенные части тела. Либо они будут свободно и спокойно читать книжки в тетрадке, которая лежит в школе перед ним, и переключаться на дальнее зрение к учителю, который находится возле доски. Либо у ребенка будут действительно хорошо развиты мышцы рук, и ребенку будет легко писать в школьном возрасте. Либо не подготовив определенные мышцы в руке ребенка, у ребенка будут проблемы с письмом, он будет большое количество сил кидать на то, чтобы хорошо писать. И таким образом у ребенка будет быстрее заканчиваться его ресурс, он будет быстрее уставать, быстрее выматываться. Естественно, это все влияет на процесс обучения. То есть основная задача первых шести лет жизни – это действительно максимально давать возможность ребенку развиваться физически. Чем больше физического опыта, чем больше двигательной активности правильной и сенсорного опыта, тем легче ребенок в дальнейшем будет обучаться. И дело тут даже в том, насколько чисты каналы восприятия информации, насколько хорошо развит слух, насколько хорошо развиты зрения, другие органы чувства, от которых будет зависеть процесс обучения в дальнейшем. Многие родители не знают, что пока не отработана подводная часть айсберга, легкое обучение в удовольствии, которое находится над водой, и которое мы видим, очень-очень тяжело добиться легкого обучения, действительно, в удовольствии для ребенка, и чтобы это не доставляло ему большого количества проблем, сложностей и негативных эмоций. Так вот, для того, чтобы ребенок легко обучался в дальнейшем, мы должны отработать подводную невидимую часть айсберга. Ту часть, которая связана с мозгом, с телом ребенка, это нейрофизиология. Именно от этого будет зависеть дальнейший процесс обучения, насколько ребенку будет легко сидеть, высиживать, допустим, насколько его мышцы готовы к этому процессу, насколько он в состоянии концентрировать свое внимание на выполнении определенного задания, или у него это внимание рассеивается, у него ничем не может сфокусироваться. Более детально расскажу вам это на тренинге, но теперь самый важный вопрос, который чаще всего задают родители, так когда же добавлять интеллектуальное развитие? Неужели ребенок не должен ничего учить до 6-летнего возраста? Конечно же, должен потихонечку включаться в этот процесс, и когда мы говорим о всестороннем развитии, мы подразумеваем, что у ребенка не только физическое развитие или не только интеллектуальное, а все идет в комплексе, потому что успешность дальнейшего обучения также зависит от других факторов, таких как самостоятельность ребенка, которая влияет на уверенность вашего малыша в дальнейшем, на то, насколько он воспринимает себя, у меня получится или не получится, какой опыт он получал до этого, были ли у него попытки, в результате которых вы, помогая ему поначалу, давали позитивный опыт, подкрепляли этот позитивный опыт, ребенок становился все более и более уверенным с каждым шагом, с каждым действием. Была ли у него возможность отрабатывать свои навыки самообслуживания самостоятельности, одевать ботинки, одевать одежду, самостоятельно кушать, самостоятельно ходить на горшок и так далее? Или у ребенка было состояние того, что он находится в гиперопеке, и родители не дают ему возможности почувствовать себя более уверенной личностью? Были ли у малыша какие-то сложности, с которыми вместе с вами он смог справляться? Естественно, важно, чтобы вы приучали ребенка к тому, чтобы он делал маленькие, короткие подходы к интеллектуальным занятиям. Естественно, если у ребенка хорошо развито физическое состояние, у него появляются бонусы, это легкое запоминание информации, это быстрый процесс обучения. Эти дети, они намного быстрее концентрируются, намного четче выполняют определенные задания, намного быстрее переключаются на следующий, у них невероятная память. То есть от физического развития зависит интеллектуальное развитие. И уже многими учеными во всем мире более 30 лет назад было доказано, что есть прямая связь между физическим развитием и интеллектуальным развитием. То есть чем больше у ребенка правильной физической активности по принципу БМП, расскажу тоже об этом более детально на тренинге, тем более у него развит интеллект, тем более умный становится ребенок. То есть если вы хотите, чтобы ребенок все-таки запоминал какие-то определенные вещи, те же сухие знания, их можно давать маленькими блоками по 2-5 минуточек. Это приводит ребенку привычку заниматься, делать маленькие привычки, сесть, сконцентрироваться на пару минуточек и дальше переключиться. Но при этом вы должны понимать, что ребенок, у которого физически не сброшена энергия, с которой малыш просыпается каждое утро, он не в состоянии сконцентрироваться на интеллектуальных, творческих занятиях до тех пор, пока эта энергия в нем есть. То есть баланс физической активности, переплетающейся с интеллектуальным развитием, развитием самостоятельности, эмоциональным интеллектом, все это связано напрямую. Естественно, это та задача, которую мы как родители можем выполнять абсолютно легко. Первые 6 лет жизни главное знать направление. Важно понимать, что дети не любят скуку, они не терпят, когда занятия неинтересные, неувлекательные, когда в них нет физического опыта, когда нельзя потрогать, пощупать, постучать, погрызть. Поэтому, естественно, организовывая занятия, важно, чтобы они были интересными, веселыми, игровыми. Именно так ребенок познает этот мир. На тренинге я буду рассказывать вам о нейрофизиологии, о базовых вещах, просто о самом важном. Буквально за 30-40 минут мы разберемся с вами с важнейшими вещами, которые используются во всем мире. С вами была Елена Антонюк, до встречи завтра.